Всем привет! С вами Ростиксон. Сегодня поговорим о маржинальной торговле на бирже Expo. Как не потерять деньги, какие плечи лучше использовать и о разных торговых стратегиях. И для особо внимательных розыгрыш, о котором скоро узнаете. Сначала немного пофилософствуем, а потом уже перейдем к торгам. Средняя волатильность битка и эфира за последние 60 дней биток ходит от 3% в день, а эфир примерно на 5% в день. Эта информация помогает нам выбрать наши плечи и стратегию. Я больше склоняюсь к малым плечам, но при такой стратегии нужно больше времени для получения прибыли. Выбирая большие плечи, вы увеличиваете свою потенциальную прибыль. Но имейте ввиду, что риск равен плечу. Такие плечи хорошо подходят для быстрой торговли в течение дня. Но помните, что если у вас плечо 1-5, то вас вряд ли может ликвидировать. А если у вас плечо 10-20, то легко, особенно учитывая, что иногда происходят резкие колебания курса. Например, недавно биток упал с 66 тысяч до 58. Если у вас было большое плечо, то вас могло ликвидировать. А еще, даже если у вас было малое плечо, вы могли потерять хорошую сумму, если не поставили стоп-лосс. Поэтому к каждой сделке подходите серьезно и учитывайте риски. Есть два типа трейдеров. У первых, как только что-то начинает получаться, они просто регулярно выводят и тратят. Вторые же, выводят только часть прибыли. На остальную прибыль они покупают акции, биток и недвижимость. И по моим наблюдениям, все приходят ко второму типу. Поэтому лучше прийти к этому раньше. А почему? Ну, например, бывает такое, что вы ошиблись и потеряли деньги. А потом еще и заболели. Где вы возьмете деньги без торгов? К этому можно отнести и инвестиции. Я, если закупал на Эксмоэфир по 200 баксов, может и частично рано продал. Но зато прибыль частично зафиксирована. Кто-то может сказать, афиксанул эфир по дешевке. Может оно и так. Но прибыль у вас есть только тогда, когда вы закрыли сделку, продали актив. Я знаю много примеров, когда огромная бумажная прибыль превращалась в убыток. То же самое и в сделках с плечом. Как прибыль, так и убыток легко переходят друг в друга. Есть очень хорошее выражение. В крипту вы должны приходить только тогда, когда у вас решены проблемы в реальной жизни. И даже если вы потеряете ту сумму, с которой зашли, в вашей жизни ничего не изменится. Теперь перейдем к торгам. Сначала я хотел поторговать, используя 500 баксов, ну или побольше. Но сомнения, рынок волатилен и неопределенность, как всегда. А в такие моменты сильной волатильности опасно торговать. Но торговать я хотел. Решение такой проблемы простое. Если вы не уверены, то вы просто можете торговать меньшей суммой. Что я в общем-то и сделал. Немного о моей логике. Биток упал с 68 до 56 кабаксов. Я решил открыть лонги. Но пока собирался, биток уже вырос до 59 800. Поэтому открывал очень аккуратно. И уже представлял, когда примерно закрою. В итоге оставалось просто ждать и проверять свою точку зрения. Спустя ночь моя прибыль по ZEC составила 16%, с плечом 2% и немного сбитка. Вы представляете, за ночь такие проценты. Но у меня мог быть и такой же минус, если бы я шортил. Сейчас лучшие времена для трейдеров. Потому что лучший друг трейдера – волатильность. Но и самый главный враг трейдера – волатильность. Как вы видите, огромные проценты можно получать с малыми плечами и рисками соответственно. Если хотите торговать так же, переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Но, когда начнете торговать, начинайте с малых сумм. Биржа позволяет вам это сделать. И набьете себе шишки. А заплатите при этом копейки. Так как ошибки у трейдеров типичны. И чем раньше вы поймете, как их не совершать, тем лучше. А теперь розыгрыш. Как получить 10 долларов? Подписаться на канал. Поставить лайк. Отставить конструктивный комментарий. Связанный с видео. Вступить в мой телеграм-канал, в котором много всего интересного. И там же я и проведу розыгрыш. Объявлю время и сниму розыгрыш одним дублем. Так что все будет честно. Всем удачи! Будьте аккуратны на рынке. Регистрируйтесь по ссылке в описании. И скоро еще много контента подъедет. Так что поставьте уведомления. И не пропустите. Продолжение следует...